Добрый вечер, мои дорогие. Меня попросили обратиться с пастырским словом в эти дни печальные Великого Поста, которые для нас являются сегодня настоящим испытанием. Для нас я имею в виду не только нас, живущих в России, но и для всех христиан в мире. И очень многие наши братья оказались в таких условиях, когда храмы закрыты, не совершаются богослужения, священники недоступны для того, чтобы к ним могли обратиться прихожане и могли вместе совершать таинство. Это действительно очень большое испытание для нашей веры и для нашей Церкви. И тем не менее, очевидно, что в условиях опасности заражения новой болезнью, коронавирусом, мы, как и все разумные люди, должны быть максимально внимательны, осторожны и соблюдать все необходимые условия и все необходимые предписания для того, чтобы нам самим не стать источниками распространения этой болезни. Прежде всего, мы, как христиане, должны задумываться и о тех людях, которые в большей степени подвержены этому заболеванию. И поэтому и наше правительство, и правительство города Москвы обратилось к пожилым людям, к людям с хроническими заболеваниями, людям, которые не чувствуют себя достаточно крепкими и здоровыми, для того, чтобы соблюдать необходимый карантин, необходимую самоизоляцию. И в том числе это касается посещения наших богослужений, посещения наших храмов. Для многих из нас, для всех из нас, конечно, это очень тяжелое испытание, лишиться богослужения, лишиться Евхаристии, без всякого сомнения, это так. Но, с другой стороны, мы должны вспомнить слова, которыми нам обращается апостол Петр в своем соборном послании. Он говорит, вы – царственное священство, вы – избранный народ. Тем самым показывая, что каждый христианин, вне зависимости, носит ли он иерархический сан, пресвитера или епископа, является иереем Божиим, и мужчина, и женщина. А это значит, что ему дана благодать от Бога совершать свое богослужение, молиться Богу в своей домашней молитве, в своей домашней церкви. Буквально несколько часов назад я общался со своим добрым приятелем, который живет на Святой Земле в Израиле. В Израиле сегодня я видел очень грустное видео, где закрываются, запечатываются двери храма Гроба Господня. И христиане Святой Земли очень переживают, что на Великую Субботу, в день, который традиционно так важен для всех христиан мира, особенно для тех, которые приезжали в суверенную землю, с тем, чтобы получить дары огня благодатного, который по преданию сходит в этот день на Гроб Господень. Так вот, Гроб Господень закрыт. Закрыты все храмы. Богослужения не совершаются. И вот он сказал мне такую удивительную вещь. Он говорит, батюшка говорит, мы сейчас все учимся быть маленькой церковью. Как здорово он сказал. Он сказал, что вот семья, в которой осталась без возможности посещать храм, сегодня сама по-настоящему учится быть церковью. Каждый из нас должен научиться вот этой удивительной науке, которая казалась нам, в общем, такой неочевидной. Потому что открытые храмы, доступное богослужение, литургия, которая совершается регулярно по воскресные дни и в праздники. И многие из нас, христиан, ну так к этому привыкли, как будто это дело такое обычное. И от нас, в общем-то, ничего не зависит. Захотел я – пришел в храм. Захотел я – в храм не пришел. Захотел – приготовился к причастию. Захотел – не приготовился к причастию. В общем, такой какой-то особой ценности нашей жизни, церковной в том числе, нашей жизни духовной, нашей жизни молитвенной, многие из нас не переживали. Не переживали до какого-то момента. И вот сегодня, оказывается, этот момент наступил. Наступил момент осмысления такого – а что для меня значит молитва? А что для меня значит церковь? А что такое богослужение? Каким образом я могу в этом богослужении участвовать вот в условиях карантина, в условиях, ну, надо сказать, такое слово можно употреблять – затвора? Потому что мы же знаем такой подвиг, прекрасный подвиг христиан, монахов, которые уходили в затвор именно для того, чтобы именно там, в затворе, научиться услышать Бога, научиться почувствовать Бога, научиться обратиться к Богу и Бога познать. Для нас наступает такой момент, когда у нас появилась такая неожиданная для нас возможность вдруг иначе взглянуть на нашу религиозность, иначе взглянуть на наши отношения к храмовой молитве, к нашей личной молитве и к богослужению. И сегодня я еще раз хочу напомнить эти слова апостола Петра, обращенные к каждому из нас. Вы – царственное священство, народ, избранный Богу в удел. Мы – церковь, не только тогда, когда мы собираемся вместе на молитву в храм. Мы – церковь, не только когда мы идем на воскресную службу. Мы – церковь, не только тогда, когда мы исполняем какие-то известные для нас религиозные предписания поста. Да, мы – церковь, потому что мы – тело Христово, и мы Ему принадлежим в любом месте, в любое время, потому что мы – Его род, избранный Ему. И поэтому я сегодня еще раз хочу обратиться ко всем христианам, ко всем православным христианам. Давайте будем учиться быть церковью, давайте будем учиться быть смиренными, быть терпеливыми, быть аккуратными, быть осторожными. «Блюдите оба, как опасно ходите», – говорит апостол Павел. Ну, действительно, мы должны быть осторожными, потому что каждый из нас в любой момент, не дай Бог, может стать источником болезни для слабейшего, для человека, который ту болезнь может не перенести. И поэтому слова, обращенные к нам христианам, ко всем, кстати, людям, не только христианам, христианам, мне кажется, особенно, чтобы мы по возможности воздержались от посещения многолюдных собраний, многолюдных богослужений, чтобы мы по возможности могли совершать свои богослужения на дому. Ну, например, ведь это же прекрасное время, когда у нас все закрыто, почти все закрыто, на работу люди не ходят, да? Наконец-то начать читать священное писание, углубиться в евангельское слово, просто посмотреть, какие чтения Ветхого Завета читаются на будничных службах. Это все есть в нашем календаре. Мы отсюда можем узнать, что мы можем каждый день читать из богослужений и участвовать в этом богослужении дома. В среду, на следующей неделе, мы, конечно же, можем дома очень молитвенно, глубоко, внимательно, не торопясь, вникая в каждое слово, прочитать покаянный канон Андрея Критского в день Стояния Марии Египетской, который в этот день читается полностью. У нас возможность читать этот канон в разных вариантах. Он есть и на церковно-славянском языке, есть в переводе на русский язык, чтобы нам было понятно. Мы также можем в субботу, в ближайшую субботу, пропеть с настоящей верой, с настоящей любовью к Божьей Матери Акафист, в Акафист в день похвалы Престой Богородицы. Нам ничто не мешает эти вот будничные богослужения совершать дома. И, конечно же, каждый имеет возможность пригласить к себе домой священника для того, чтобы поучаствовать в домашней молитве и причаститься вместе со своей семьей или отдельно в святых христовых тайн и поучаствовать в Таинстве Соборования. Я еще раз обращаюсь к вам. Давайте будем беречь друг друга, любить друг друга, слышать вот эти вот предупреждения, которые относятся к нам, для того, как мы это делаем, не потому, что наша вера слаба. Нет, конечно же. Мы как раз вот испытываем нашу веру, насколько наша вера сильна, насколько мы способны быть церковью в таких условиях. И по возможности, соблюдая все меры предосторожности, не выходить, покидать дома без особых на это причин. Храни вас Господь! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok